Субботним днём в Астане было очень напряжённо. Сегодня в столице состоялось первое заседание комиссии по земельной реформе. 75 спикеров, все пришли с докладами, все подготовили речи, всем было что сказать и предложить. И абсолютно каждого на этом заседании выслушали, чтобы не повторить прежних ошибок, которые народ точно не простит. Последние несколько недель страна обсуждает земельный кодекс, а после президентского табу, точнее моратория, который наложил глава государства на сельхозугодие, гражданское общество замерло в ожидании первых дебатов на высшем уровне. Премьер Сагентаев выполнил поручение Ельбасе, созвал и создал земельный совет, куда вошли представители различных политических объединений, крестьянских хозяйств, профсоюзов, юристы, независимые эксперты, депутаты, члены правительства и просто небезразличные граждане своей страны. В их числе такие личности, как Мухтар Шаханов, Мурат Абенов, Мухтар Тайжан, Ораз Жандосов, Айдос Сарым, Бигбулат Леухан, Зауреш Баталова и еще очень много известных имен, людей, вызывающих доверие у казахстанского народа. Конечно, в субботний уикенд внимание прессы было приковано к тем заявлениям, которые звучали в Астане. Здравствуйте, меня зовут Алгат Куспаев, вы смотрите в прямом эфире итоговую программу. Я и мои коллеги, репортеры телеканала Алматы, готовы рассказать, как мы вместе прожили еще семь дней. Итак, мы начинаем. Итак, начнем с главного события, которое сегодня, в выходной день, состоялось в Астане. В столице прошло первое заседание комиссии по земельной реформе. В состав комиссии, созданной по поручению главы государства, вошли 75 человек. Члены комиссии, представители различных политических партий, политологи и представители сельскохозяйственной сферы, правительства и парламента выступили с различными предложениями по земельному вопросу. Мы часто позволяем себе высказывания. Кто-то говорит от имени народа, кто-то... Вы посмотрите, что происходит. Ведь почти не высказываются те люди, кто непосредственно работает на земле. Это уже сегодня здесь звучало. Если я не разбираюсь в музыке, какой из меня эксперт говорит сейчас о музыке, о юриспруденции, о каких-то других делах? Почему каждый считает возможным и нужным говорить о земле, причем безапелляционно, быть экспертом, причем говорить от имени всего народа? Надо действительно народ послушать, не надо народ провоцировать, надо донести до сведений народа, пусть народ делает выводы. Известный общественный деятель Мухтар Тайжан также вошел в состав комиссии. Он активно выступал против отдельных поправок в земельном кодексе, но призывает быть осторожнее в распространении какой-либо информации о земле. И пока идет работа над поправками в земельном кодексе, не следует делать каких-либо выводов. Комиссия должна как следует проработать имеющиеся вопросы. Тем временем, экс-мажилисмена, ныне руководитель агропромышленного холдинга «Байсерки Агро», сообщил, что специально отказался от депутатского кресла для того, чтобы доходчиво разъяснить народу тонкости земельного кодекса. Все проблемы возникли из-за того, что населению сельхозникам на местах по земле работу мы не вели. Я, будучи сам депутатом, тоже по селам по всем ездил. Многие этот закон даже не читали. И какие-то посторонние люди подхватили и начали поднимать вот эту бучу. На самом деле, я не хочу о той части говорить, а хочу сказать, что сегодня надо сельхозникам помочь. Я считаю, надо к этому вопросу очень системно подойти. Вы все знаете, я был депутатом, от всего отказался для того, чтобы показать, как нужно развивать правильно сельское хозяйство. А вот действующий депутат Нижней Палаты и парламента размышляет о демократии и о том, то и какие цели преследует, создавая ажиотаж вокруг земельного вопроса. Демократия – это власть большинства при уважении к правам и к мнению меньшинства. Поэтому хотелось бы обратить внимание еще и на то, что мы потеряем, если этот закон, пусть с какими-то определенными поправками, нюансами, не будет принят, и что потеряют люди, в том числе и те, которым иногда мороча голову. Я не буду сейчас говорить, деньги были, не было денег. Я исхожу из того, что люди искренне переживали. Искренне переживали, и их искренним эмоциональным порывом многие, кто преследует совершенно иные цели, а таких тоже немало, этим воспользовались. Еще один действующий депутат Бибулат Тлеухан подчеркнул, что комиссия была собрана в первую очередь для того, чтобы все пришли к единому мнению. И все инициативы по земельной реформе Тлеухан предложил излагать в письменной форме. Любовь к земле возбудила в людях рост и торжество над сознанием. Но многие поверили дезинформации. Они услышали, что земля продается, а земля не продается. Не нужно высоких фраз, что нельзя продавать мать родину, в аренду ее отдавать. Слово – это сила. Но его надо использовать с умом. Да, земля – мать, досталась от предков. Она наша ценность – кормилица. Мы должны бороться, мы должны умереть. Но есть такие фразы, которые поднимают национальный настрой. Мы должны опасаться того, что люди могут пойти по неверному пути. Мы можем лишиться государственности. Мы этого должны бояться. Мы должны прийти к единому мнению. У всех в сердцах есть боль за народ, за землю. Это нас поведет работать. Давайте сегодня поговорим, а после будем вносить свои предложения письменно. Потому что иначе разговоры будут идти бесконечно. И мы продолжаем в прямом эфире подводить итоги уходящей недели. Далее в программе не пропустите мнение генерала, общественности, адвокатов и заключения Фемиды. По другому делу, которое тоже вызвало неоднозначную реакцию казахстанцев. Мы еще покажем и расскажем о вопиющих фактах материнской жестокости. А сейчас о погорельцах, которые в начале недели проснулись в огне. После Дня Победы рано утром в самом центре Алматы вдруг вспыхнул многоэтажный жилой дом. Сначала причиной возгорания назвали газовый баллон, который якобы взорвался в пристроенном возле дома баре. Но вот спустя несколько дней появилась версия с проводкой. Мол, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. Мой коллега Ильза Такчурин, который всю неделю провел на месте крупного пожара, говорит, что истинные причины ЧП, возможно, установят к концу мая, а может и позже. Будем обязательно ждать заключения следователей. А главное, скорейшего возвращения погорельцев в свои квартиры, которые либо частично, либо полностью пострадали. Но, слава богу, обошлось без человеческих жертв. В данном случае, судя по комментариям в сети, всех поразила моментальная реакция Акима города, который в числе первых приехал на место ЧП вот так, без предупреждения, внезапно осмотрел дом, поговорил с жильцами и здесь же дал поручение в кратчайшие сроки восстановить уничтоженное огнем имущество. Причем за счет владельца этого самого бара, где и находился очаг возгорания. Сроки были поставлены на самом деле очень жесткие. Три дня, чтобы оценить ситуацию и неделю на то, чтобы устранить последствия пожара. Спустя трое суток Баужан Байбек снова навестил погорельцев, которые разместились в палатках во дворе. Кто-то поселился в гостинице, кого-то приняли добродушные соседи, а кого-то родственники. В общем, никто, как говорится, на улице не остался. А строители, засучив рукава, стараются уложиться в срок. Фасад дома уже практически восстановлен. Супермаркет, который тоже сгорел, полностью снесли. Говорят, на этом же месте построят новый. Может, даже под другим неюбилейным названием. Наш репортер Ильза Токчурин не только следит за ходом восстановительных работ, но и отслеживает исполнение профильными органами выполнение другого очень жесткого поручения Акима. Проверить все пристройки в Алматы и снести незаконные сооружения. Ночной пожар в супермаркете, а впоследствии в многоквартирном доме в центре Алматы, временно оставивший без жилья два десятка семей, кажется, наглядно показал, что элементарной технике пожарной безопасности в городе следуют далеко не все и не везде. Понятно, что об истинных причинах происшествия говорить еще рано. Имеется версия, что, возможно, произошло короткое замыкание электропроводки. По данному факту полиция города Алматы начала досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренной статьей 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Производство по нему будет осуществлять управление дознания ДВД города Алматы. В рамках расследования буквально вчера была назначена пожаротехническая экспертиза, которая установит истинные причины возгорания и его другие обстоятельства. Пламя вспыхнуло в 4 утра в баре, и сразу огонь перекинулся на соседний многоквартирный дом. Представим, что ранним утром в пятийном заведении персонала не было, а значит, вполне возможно, что где-то произошло замыкание, которое никто не видел. Впрочем, нельзя исключать и человеческий фактор. Нередко бывает, что кто-то, не потушив, бросает окурок, а кто-то пользуется неисправной розеткой. В день пожара, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но люди с ужасом рассказывали, как огонь беспощадно уничтожал их дома и имущество. Открываем нашу входную дверь, там уже полностью все в дыму, все окна летят, все стекла летят, огонь полностью уже до шестого этажа поднялся. То есть абсолютно ничего не видно, как спускаться. То есть, честно говоря, я спускалась на ощупь. Все залили, все потолки залиты, все стены, все абсолютно залито. Мы когда сюда пришли, у нас вот столько воды было по щекотку. Основная часть квартиры была на северную сторону. Там у нас кухня и спальня. Кухня выгорела полностью, спальня тоже уничтожена, балкон там, все сгорело, все сгорело. Вся техника, вся эта просто... Мы вышли где-то в 4 часа только вот с ребенком, вынесли только кота. На место происшествия в тот момент были стянуты все экстренные службы города. 115 человек на 21 машине. С огнем боролись 2 часа. Всего от языка пламени пострадали 23 квартиры, 7 сгорели дотла. Спасатели и пожарные смогли вовремя эвакуировать 120 человек. Еще семерых удалось вырвать из лап огня. В тот же день на место ЧП приехал Аким Бауржан Байбек. Глава города поручил в первую очередь восстановить квартиры погорельцев, чтобы люди смогли как можно быстрее вернуться в свои дома. Ремонтные работы активизировались немедленно. В результате пожара сильно пострадало 7 квартир и 16 частично. Вот сейчас мы уже проводим ремонтные работы в подъездах и снаружи, которые выполняют сразу три компании. В первую очередь ремонтируем квартиры, которые не сильно пострадали, чтобы люди могли вернуться домой. Двухкомнатное семейное гнездышко Виталия Лымова едва не сгорело. Все, что он успел сделать, так это вывезти на улицу из захваченного огнем помещения жену и сына. Кухня обгорела частично. До спальни и гостиной огонь добраться не успел. Сейчас в его квартире идет ремонт, который, надеется Виталий, надолго не затянется. Пока вот это все убираем, ребенок, бабушки, нормально. Квартира сильно пострадала? Квартира вся. В основном кухня вся сгорела. Все остальное задымленное, затопленное. Представители приходили туда? Представители, да, приходили. Успокоили, что все нормально, все сделаем. Не переживайте. Семья Луновых пережидает ремонтную пару у родственников. А десяткам других погорельцев повезло меньше. Они разместились в палатках, где им предоставили еду и питье. Представители стройкомпании заявили, что в среднем на ремонт одной квартиры, в зависимости от степени нанесенного ущерба, уйдет от трех дней до недели. Штукатуркой подъездов, покраской квартир, очисткой территории и облицовкой фасада здания заняты около двухсот строителей. Это одна из семи квартир, которая больше всего пострадала от огня. Как вы можете видеть, здесь сгорела буквально вся мебель. И сегодня сюда приходил владелец супермаркета «Юбилейный», который, по словам хозяйки, пообещал ей, что квартира будет восстановлена целиком и полностью, как и все остальные. Спустя три дня Бауржан Байбек лично проверил ход строительных работ. И все ли обещания выполняются? Пройдя в одну из наиболее пострадавших квартир, Аким поговорил с погорельцами и поинтересовался, все ли идет как надо. Вы сами смотрите качество? Да, конечно, мы постоянно здесь и находимся, все время. У вас здесь скольких комнат? Трехкомнатная, квартира 87 квадратных. Ну, я помню, с вами под утро, да, мы будем возглавлять. Да, мы здесь и были. Отошли чуть-чуть? Да, все хорошо. Просто никто не застрахован, мы понимаем, что очаговым возгоранием могла бы просто вообще любая квартира быть. А тут, да, получается, до страха. Да, ну и они нам это там обещают и, в общем-то, очень быстро работают. Восстановить обещают все. Все ремонтные работы, по словам представителей стройкомпании, будут завершены через 10 дней максимум. Пока же погорельцам по-прежнему придется жить. Или в палатках, либо у родственников, соседей, или в гостинице. Тем временем во всех восьми районах города началась масштабная ревизия всех пристроек. Наша рабочая группа. Вот пожар. Юбилейный. Да, да, спасибо. Рабочая группа из числа архитекторов, чаясников, полицейских и сотрудников СЭС обходит каждый пристроенный объект. Цель одна – разъяснить необходимость соблюдения пожарной безопасности. Только за несколько дней в Бостон-Дыкском районе проверили 16 из 40 пристроек. Сразу в четырех ревизоры выявили ряд нарушений. К примеру, в этой бильярдной, как оказалось, отсутствует автоматическая система пожаротушения. Замечания по поводу огнетушителей, по поводу вентилей на шланге, как они правильно называются, да, и по поводу разведкоробок. Мы постараемся это устранить в ближайшее время. Все это сделается. В течение 10-15 дней мы это все сделаем. Обязательно. Ревизия началась после крупного пожара в супермаркете «Юбилейный», впоследствии чего едва не сгорел многоэтажный дом. Чтобы таких ЧП впредь не повторялось, Аким Бауржан-Байбек поручил проверить все магазины и супермаркеты, кафе и рестораны города, пристроенные к жилым домам. Мы ходим здесь тоже с аппаратом ГПС, тоже координаты отстреливаем. Потом на базе уже земельной инспекции будем смотреть, законно стоит этот объект, незаконно стоит. Если нарушение земельного кодекса есть, они со своей стороны будут принимать меры. А если вообще незаконно этот объект построен, то он будет смещён, конечно. Такая разъяснительная работа продлится ещё 10 дней. Столько же времени члены рабочей группы дали предпринимателям, чтобы исправить все недочёты. В противном случае нарушителям грозят большие штрафы, вплоть до закрытия бизнеса. Полиции сообщили, что на установление причины возникновения пожара уйдёт как минимум месяц. Но сам чрезвычайный случай говорит о том, что какая бы ни была пристройка, она может представлять потенциальную угрозу в случае, например, пожара. Благо, что во время ЧП пострадали только квартиры и мебель, а не люди. Ведь вернуть человеческую жизнь нельзя, как отремонтировать обгорелое жильё. Остаётся надеяться, что это поймут все владельцы бизнеса, чьи кафе, магазины, сауны и прочие офисы расположены близ жилых домов. Из Атакчу, Найрки Ермек, Нурбол Казакпаев, Осет Кундакпаев, Алматинская неделя. Напоминаю, вы в прямом эфире смотрите итоговую программу, а мы подводим итоги недели. Ещё одна человеческая судьба, которая сейчас волнует многих. Даже известные люди решили вступиться за молодого сержанта, мужа и отца, который из-за шлепка или шапалака, как это называют казахстанцы, лишился свободы. Совершенно неожиданный поворот, точнее реакция публики, которая напротив привыкла ругать, осуждать представителей власти, а тут все вместе встали на защиту не офицера, но полицейского. Да, я говорю о совершенно вон выходящем случае, когда задержанный гражданин не просто не подчинился представителю власти, а у него хватило смелости и ума, или правильнее будет сказать, безумия облить человека в форме мочой. За что, собственно, и получил в ответ шапалах. И вот жесказганский судья Гульсара Байгинжинова посчитала, что Тулигин Игибеков превысил власть и должностные полномочия и приговорила к пяти годам тюремного срока. Приговор на днях вступит в силу. Стоит отметить, что нетрезвый гражданин пощетчину получил не только от сержанта, но и врача-нарколога. И, между прочим, такой невежа тоже когда-то работал в органах. Сегодня он на свободе, отделался лишением водительских прав на год и подпиской о невыезде. Экспертиза показала, что Ханат Илюбаев в день преступления был в состоянии опьянения. К тому же, по словам свидетелей, был неадекватен и не признавал факт того, что пьян. Кичился тем, что когда-то он был майором полиции. И простой сержант не может ему указывать, но протрезвев, стал рассуждать иначе. Нет такого факта, что я ему прямо в лицо приснул. Люди оговаривают, что я ему в лицо кидал. Если я бы хотел, я бы вместе банкой ему в лицо кинул бы. Но у меня такого мысла не было. Я просто проходил вот так. Но разве это сегодня волнует общественность и супругу сержанта Мольдер Игибекову? Их двухлетний малыш будет расти без отца, а жена Мольдер готовится к родам второго ребенка. И без мужа растить малышей ей придется без поддержки мужского плеча. Кто знал, что обычный шапалах станет роковым для семьи Игибековых? Пусть то легенд действовал не так, как следует представителю власти, но он же тоже живой человек, не робот в конце концов. И в тот момент ответил, как подобает настоящему мужчине. Он просто по щечине ударил и все. Это уже доказуемо все. Нету там никаких телесных повреждений. Просто он защищал часть мундира, как говорится. Свою честь. Мы обратились за мнением к уважаемому человеку, генералу-майору юстиции Рустему Есмехановичу. Его тоже волнует судьба полицейского. Узнав подробности этого дела, он просто удивился такой несправедливости. А решение суди, по его мнению, слишком жестокое. Парня можно было понять и как минимум обойтись выговором с занесением в личное дело. Поступок сержанта, он и законный, тем более он представитель власти. Он при исполнении служебных обязанностей, он задержал пьяного водителя, который мог, так скажем, совершить автоаварию и убить человека. Я просто как человек могу сказать. Генерал-майор пообещал, что лично займется судьбой молодого полицейского. Неужели сержант должен был терпеть выходку нетрезвого гражданина, который оскорбил честь и достоинство человека в форме? Такого мнения придерживаются почти каждый казахстанец. Актер Нуртас Адамбаев на своей странице в социальных сетях тоже выразил мнение по этому поводу и даже организовал целую кампанию в поддержку сержанта. Откуда у наших граждан будет уважение к полицейским, когда на глазах у всего Казахстана происходит подобное? Приговор несправедливый. Очень редко прошу репост, но сейчас прошу. Прошу за незнакомого мне человека, за отца двоих маленьких детей, которые нуждаются в помощи. Мы поговорили с адвокатом осужденного сержанта. Он уже подал апелляционную жалобу с целью полного оправдания своего клиента. И теперь ждет ответа. По его мнению, статья, по которой осудили сержанта, имеет общий характер. В ней нет конкретных пунктов, описывающих содеянное. Адвокат готов идти до конца и доказать всем, что Тулиген Игибеков не виновен. Кто из органов расследовал это дело? Или это не специалист? Или это человек, который далек от правосудия, понятия чести, достоинства? Надзирающий прокурор в данном случае не прав. Он же должен видеть любого прокурора, судью или любого человека, вот так оскорбить. Если этот дал ему по шее, а тот мог дать прямо по пятачку. При виде полицейских многие из нас думают, что сейчас нас обязательно оштрафуют или отведут в участок. Но оправданы ли наши опасения? Давайте взглянем на вещи с другой стороны. Для многих детей профессия полицейского мечта. Полицейский – героев в детских глазах. А когда взрослые относятся к стражам порядка пренебрежительно, то о каких героях может идти речь? Но при всех реалиях еще не перевелись в нашей стране люди чести. Перенесемся в Мойн-Кумский район Жамбылской области. Майор полиции Талгат Кудеков, проходя мимо водного канала, услышал возгласы детей и вовремя среагировал. Услышав голоса маленьких детей, я прибежал к реке. Не увидев никого по течению, я залез в воду и стал искать под этим мостом. Девочки нигде не было видно, но я все равно продолжал поиски. Наконец, нащупав малышку, я вытащил ее на берег. Она не дышала. Сразу же я стал оказывать первую помощь. Перевернул на живот и вот так надавливал на спину. Вода из легких вышла и появилось сердцебиение. А могу просто... Променела... Променела... Вот они слова благодарности, которые должны всегда звучать в адрес настоящих героев, настоящих стражей порядка, офицеров, полицейских, кто может пожертвовать собственной жизнью ради спасения чужой, кто может проявить храбрость и в буквальном смысле вовремя протянуть руку помощи. Предлагаю посмотреть еще пару эпизодов любительские редкие кадры, на которых видно, как полицейский остановил самоубийцу, а другой не побоялся и запрыгнул на ходу в авто убегающего преступника. Кстати, о блюстителях порядка. О самом порядке не только на службе, на боевом посту, но и в нашем с вами сознании, головах, на улицах и вообще о порядке в целом. Мы продолжим говорить в прямом эфире итоговой программы. На неделе в сети появился очередной пост о беспорядках на улицах крупнейшего и любимого всеми казахстанцами города Алматы. Почему очередной? Да просто потому, что это не первое, думаю, что еще не последнее обращение к людям соблюдать чистоту. Как бы ни старались коммунальные предприятия, власти и горожане на постоянных субботниках с вениками и лопатами в руках, чище почему-то у нас не становится. Доказательством слушает публикация одного алматинца. Он выложил в своей странице в Фейсбуке фотографию с кучей мусора на пешеходном мосту по улице Рейнбека. Автор публикации пишет, что именно люди сделали из перехода свалку. Правда, в заключении возмущенного автора не было никакой логики. Свой пост он почему-то закончил словами «очередной мост для галочки». Мы не стали копаться и искать истинный посыл небезразличного алматинца, но нас заинтересовала мысль другого человека, блогера, который тоже обратил внимание на пост любителя чистоты. И предложил, точнее, сотрудникам акиматов и коммунальных предприятий везде, где несознательные граждане мусорят и портят государственное имущество, повесить таблички со словами «Мы не видим смысла тратить ваши деньги, пока общество не станет зрелым». Иногда, продолжает автор комментария, полезно смотреть и на себя. Вот то привыкли люди во всем винить и постоянно ругать чиновников, и даже там, где это неуместно. Моя коллега Амируэрт Нургалиева за неделю обнаружила в Алматы целые горы мусора и стихийные свалки, а также изучила международный опыт в борьбе за чистоту и уверяет на отходах жизнедеятельности людей. Города и государства могут зарабатывать хорошие деньги. «Мы с вами, жители больших городов, ежедневно находимся в постоянной спешке и в этом бешеном ритме жизни. Многое делаем автоматически, не задумываясь. Так ежедневно мы ставим чайник, садимся за руль и выносим из дома мусор. Казалось бы, что в этом такого – собрать пакет и отнести до ближайшего контейнера? И о чем здесь задумываться? А хотя бы о том, что таких, как мы, в городе больше полутора миллионов и ежедневно каждый генерирует около двух килограммов мусора. Куда деваются миллионы кубометров бытовых отходов? Кем сортируются и как перерабатываются? На Западе одним из способов утилизации мусора является его вторичная переработка. Для этого отходы сортируют на био, стекло, металл и пластик. Как результат – новая жизнь отслуживших предметов, отсутствие зловонных свалок, появление альтернативных источников энергии, развитие МСБ и новые рабочие места. Отходы города Алматы имеют бешеный потенциал, как экономический, так и экологический, и энергетический. И многие компании сейчас заинтересованы максимально извлечь эти отходы и переработать. Но остается проблема какая? Действительно, на месте образования, то есть на контейнерной площадке, мы не можем его забрать, так как он уже частично теряет свою ценность смешанной. То есть бумага имеет ценность тогда, когда она сухая. Если она перемешивается с домашними бытовыми отходами, она становится мокрой, соответственно, она теряет свою материальную ценность. Чтобы не растрачивать понапрасну мусор, который может оказаться полезным, в 2011 году власти Алматы, позаимствовав опыт Запада, укомплектовали дворы и общественные места города 80-ю спецконтейнерами для раздельного сбора отходов. Спустя год проект продолжился. В городе установили уже 200 сортировочных баков. Но несмотря на все усилия, горожане как бросали мусор в одну кучу, так и продолжили это делать. Коммунальщики тогда снова обратились к опыту Европы и наняли дополнительных рабочих для сортировки мусора. Но на Западе за эти услуги жители платят специальный налог. С одной стороны, безразличие населения к проблемам экологии из-за неверной утилизации мусора можно объяснить невозможностью держать на небольших кухнях по 3-4 ведра для разного вида отходов, а с другой – отсутствием грамотной пропаганды со стороны местных управляющих органов и экологов. Сейчас разрабатывается большая программа, пиар-программа. То есть будет привлечена специальная группа, которая будет работать только с населением. Именно по просвещению, по безопасному обращению с отходами, в том числе опасными отходами, такие как ртусь, содержащие лампочки, градусники. Начнем с просвещения, перейдем к практике. Таким образом, муниципалитет пойдет по пути развитых стран. В США, например, активно сортируют отходы, потому что размер оплаты за услуги мусоровывозящей компании зависит от того, разделен ваш мусор или нет. Рассортированные отходы вывозят абсолютно бесплатно. А в стоимость соков включена оплата за утилизацию тары. При этом еще 15 лет назад соцопросы показывали, что люди не готовы сортировать собственный мусор, как мы сегодня, не имеющие возможности избавиться от таких явлений, как многокилометровые свалки. А также люди-вороны, живущие на мусорных полигонах и строящие целые города, работающие и рожающие детей среди гор нечистот. Именно правильная сортировка, последующая переработка на заводах и вторичное использование мусора позволят нашему обществу решить проблему этих людей, живущих за гранью понимания, за гранью разумного. Свалки вокруг Алматы уже не справляются с гигантскими объемами нечистот, а государство теряет миллионы дополнительных доходов, которые можно получать из вторичного использования мусора. Когда из шин можно делать качественное асфальтовое покрытие из картона, гофротару, из металла, дорожные люки и еще много чего. Все дешевле, нежели изготавливать то же самое из первичного сырья. Кстати, в Алматы в следующем году планируется строительство мусоросортировочного завода полностью на деньги частных инвесторов. «Завод этот будет сортировать максимально. Глубина сортировки до 20-30 процентов будет. После сортировки вот эти отходы, которые можно повторно использовать, будут передаваться предприятиям, задействованным в сфере переработки, превращения отходов в энергию. Завод будет находиться, планируется строительство завода. Сейчас прорабатываем этот земельный участок, который находится в санитарно-защитной зоне ТЭЦ-2 в Алтавском районе». Изменится и схема вывоза мусора с наших с вами дворов. ТБО раз в неделю будут забирать мелкогабаритные авто. Далее на специально строящихся в данное время в Житесусском районе эстакадах мусор погрузят в большегрузные машины и отправят на мусоросортировочный завод. Между тем, альтернативный метод сортировки и вторичной переработки мусора сегодня предлагает эколог Мелс Елиусизов. «Я изучил весь мировой опыт и предложили мы создать свою схему. Она простая, абсолютно простая, но решает все проблемы. Значит, первое, значит, создаются рабочие места. В Алматы мы сделали ТЭО, техниоэкономическое обоснование. Более 800 площадок, если на 3 человека каждой площадки, то это уже 2,5 тысячи рабочих. Никакого завода такого невозможно построить. Это гигантский объем рабочих мест. Мало того, если будет дальше по цепочке производиться продукция, на тех заводах тоже будут люди работать. Одним словом, это очень выгодно. Во-вторых, значит, снижаются тарифы. Не надо будет возить мусор. То есть вы хотите поставить людей в каждый двор? Ну, конечно. Там, где мусорная площадка, мы отбирали, где это возможно, где-то совсем нельзя, где-то можно подтащить. Но все это очень эффективно. Таким образом, есть надежда, что совместными усилиями городадминистрация и экологи найдут решение проблемы. Но в первую очередь нам нужно начинать с себя. Мируэрт Нургалеева, Янлик Мурат Казе и Мурат Тайжанов. Специально для «Алматинской недели». И мы продолжаем в прямом эфире подводить итоги недели. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами и не пропустите материал «Ажар Оразбай» о настоящих героях, чьи судьбы стали известны благодаря маршу бессмертного полка. В день победы на улице Алматы вышли 20 тысяч человек, чтобы принять участие в победном шествии фронтовиков, которые так и не вернулись с полей войны. Это мы покажем далее в программе, а сейчас о редком заболевании. В эти выходные в Алматы пройдет акция, где мамы тяжело больных детей хотят рассказать населению о сложном диагнозе, который не в состоянии определить казахстанские врачи. Точнее, не каждый педиатр, специалист вовремя может распознать генетическую ошибку, из-за которой ребенок может испытывать нехватку кислорода. Заболевание сложное, как, впрочем, и само название, и с первого раза не произнесешь и запомнить очень сложно. Речь идет о муковисцидозе. Уверен, многие из вас впервые слышат об этом заболевании. Сейчас оно считается редким у нас, но, по словам экспертов, во всем мире, и Казахстан не исключение, растет количество детей именно с этим заболеванием. Поэтому родители, которые, к сожалению, уже столкнулись с недугом, хотят объяснить остальным людям всю серьезность ситуации. Но пока эти акции не возымели определенного, скажем так, должного успеха или внимания. В Астане организаторы запускали воздушные шары, как символ кислорода, в котором нуждаются дети. А вот о самой болезни приходится узнавать из специальных медицинских источников. Моя коллега Аирке Ермек на неделе изучила имеющиеся данные и встретилась с родителями тяжело больных детей и постаралась на простом языке рассказать о сложном заболевании. Маленькая Мария вовсе не играет. Прыгать на батуте и шаре – часть ежедневной лечебной процедуры. Это специальные дыхательные упражнения для легких. А еще жизненно необходимо день изо дня делать ингаляции и принимать горсть таблеток. И так уже на протяжении 10 лет, с самого рождения Марии. Ложимся на живот, на мяч. Она дышит определенным образом, и я ее похлопываю. Мокрота вот таким образом как бы выходит, подходит туда, и итогом ингаляции становится отхождение вот этой вот мокроты. Муковицидоз считается самым распространенным наследственным и неизлечимым заболеванием в мире. Болезнь поражает легкие и пищеварительную систему. Ольга, мама Марии, говорит, что недуг у ее дочери диагностировали сразу. А это важные условия для продления жизни ребенка. Но главное, чего боятся родители – это инфекции, которые буквально съедают орган. Тогда ребенок может дожить лишь до 10 лет. Для того, чтобы этого не было, больные должны получать внутривенную антибиотикотерапию, плюс получать ингаляционные антибиотики, которые очень дорогие, и не под силу как бы ни одной казахстанской семьи их купить. Потому что вот курс, например, лечения ингаляционного антибиотика одного стоит миллион тенге в месяц. Даже самые безобидные инфекции для здорового человека для годовалой Алины представляют серьезную угрозу. В легких образуются идеальные среда для их размножения, которые потом чрезвычайно сложно вывести. Чтобы не подхватить вирусы, в доме ежедневно проводят полную дезинфекцию. А медицинская маска должна быть в наличии всегда. В Казахстане о болезни мало что известно. Только с 2010 года государство начало бесплатно выделять три препарата. Но этого недостаточно. В стране необходимо внедрить национальную программу лечения муковицидоза, считают родители. В принципе, это возможно. Как показывает статистика, например, в России, где принята национальная приоритетная программа, дети доживают уже до 37,5 лет. Это последние данные. То есть там многое сделано. Нам нужен центр, в котором наши дети могли бы лечиться. Нам нужны квалифицированные специалисты. Нам нужны антибиотики, которые мы можем применять. И эти антибиотики неплохо, в принципе, лечат. В Алматы, как и по всей стране, этой болезнью занимаются лишь считанные врачи. Только в центре педиатрии в мегаполисе можно пройти стационарное лечение. При этом условия здесь несовершенные и не подходят для этих малышей. В соседней России в прошлом году был открыт специализированный центр. Ведь очень важно больным муковицидозом лечиться отдельно. Посещение обычных больниц может быть просто опасно. Это особая категория больных, которые очень чувствительны к инфекции. И когда они находятся в специально организованном центре, то есть возможность их изолированного приема. Ну и, помимо этого, конечно, нужна еще и мультидисциплинарная команда специалистов. Кроме того, важное значение имеет питание. Пища должна быть высококалорийной, но тот необходимый объем человек физически не может употреблять. Поэтому на помощь идут смеси и лекарства, которые помогают усваивать пищу. Одним из главных признаков заболевания является нарушение работы поджелудочной железы, вызванное чрезмерным выделением слизи органами внутренней секреции. Как следствие, больной не переваривает пищу, что грозит для него дистрофией. Согласно сухим цифрам статистики, в Казахстане с диагнозом муковисцидоз живут 80 человек, 10 из них в Алматы. Болезнь победить нельзя, но при поддерживании здоровья человек может вести обычный образ жизни. Трехлетняя Лера пока не знает, что борется со страшным недугом, но терпеливо выполняет все процедуры. Врачи нам ничего не говорили. Первый наш был вопрос – это лечиться. Естественно, нам сказали нет. Ну, как бы успокаивали все равно. Но когда залезли в интернет, начали уже искать, то поняли, что это не лечится. Все равно для нас, для меня… Ты не веришь в это еще так осознанно? Не знаю, для меня, наверное, только сейчас это вот так вот прям в таком осознавании, что это вот действительно вот наш диагноз, который сейчас уже есть. А до этого времени мы не верили. Каждый врач, который нам приходил, говорил, возможно, вот это нет, возможно, это не муковисцидоз. Как бы мы это верили, как бы это такое было, это вот, что все равно какая-то надежда была. Радует то, что с каждым годом, благодаря развитию медицины, продолжительность жизни таких больных растет. В Европе уже нашли методы лечения и даже препараты. Правда, они только проходят испытания. У гена муковисцидоза более тысячи вариантов мутации. Разработки по генной терапии уже ведутся в США. Родители не отчаиваются. Они уверены, что дождутся чудо-лекарств, которые нужны им как воздух. Ведь только надежда умирает последней. Аир Кирмек, Асискундакпаев, Искандр Тогуспаев, Алматинская неделя. День Победы со слезами на глазах. На неделе, сразу после 71-й годовщины Победы, Аким одного из районов в Алматинской области подарил 92-летнему ветерану-фронтовику одну лепешку, бутылочку воды, гречку и чак-чак чаю. Когда же мы перестанем дарить нашим старикам, фронтовикам, героям, ветеранам великой, великой отечественной войны? Людям, которые прошли через голод, холод, выживали в лесах, окопах, болотах, выжившие после бомбежек, вражеских снарядов и пуль. Когда мы перестанем дарить героям пакеты с макаронами, пачкой чая и конфетами? Неужели это все, что мы, поколение, которое живет в мире, единственное, что мы можем сделать, так это раз в году заглянуть в гости и дать пакетик с хлебом и минералкой? Да очнитесь уже, лучше ничего не дарить, чем вот такие вот, простите, подачки. Это на самом деле подачка, учитывая, что пакет предназначен не бомжу, и продукты эти покупают и приносят в качестве подарка не обычные семьи, которые и сами не шикуют, а люди, представляющие власть. Есть даже частные компании, которые тоже не стесняются дарить такие продуктовые пакеты. И обязательно позовут нас, журналистов, чтобы мы обязательно о благородном поступке написали и показали. Это не смешно, а до слез обидно. Обидно за наших стариков, воевавших за мир без фашизма. Серьезно, давайте прекратим эти унизительные акции. Не унижайте фронтовиков и не теряйте свое лицо сами. Лучше уж путевку в санатории и лекарства дарить, курс лечения, чтобы ветераны могли залечить свои фронтовые раны. Пожалуйста, не обижайте стариков, не причиняйте им боль. Их и так осталось совсем мало. Моя коллега Ажар Оразбай решила рассказать о тех, кто, к сожалению, не вернулся с фронта, кто ценой собственной жизни защитил Родину, защитил нас с вами и подарил будущим поколениям мир во всем мире. В семейных альбомах фронтовые снимки все-таки редкость. Потому что фотоаппарат тогда был редкостью. Да и снимали в основном корреспонденты газет. А солдаты всеми правдами и неправдами уговаривали их сделать фотографию. Ведь для родных в тылу письмо с такой карточкой было настоящим праздником. Женихи навсегда молодые, с фотографий военных глядя. Они должны идти по бедным строям в любые времена. В наши дни эти по-настоящему уникальные снимки позволили словно оживить историю. 20 тысяч человек в едином порыве, несмотря на дождь, вышли на марш с фотографиями погибших солдат. Их не заставляли, нет, никого не агитировали. Просто люди сами решили таким образом почтить память героев и сказать спасибо за мирное небо. На самом деле в этот день я вспоминала, наверное, самого близкого мне человека. Моего деда Малахова Андреева Владимировича. Он прошел войну, он освобождал Беларусь. Сусоев Дмитрий Васильевич служил в действующей армии, в автобате. Чуть-чуть не дошел до Берлина, выбыл по контузии. У от Вахмурза, 1923 года рождения, уроженец Казардинской области, проходил всю войну Украину, Прибалтику и Европу. Все эти люди в дождливое 9 мая стойко шли вместе с 20-тысячной армией бессмертного полка, крепко держа в руках фотографии дедов и прадедов. Отношение было совсем другое, как бы внутри что-то такое было. Тебе не было ни холодно, как говорится, ты шел, гордо шел, чтобы возложить цветы. Большой семьей вышли на марши потомки легендарного генерала, героя Советского Союза Ивана Панфилова, чьи солдаты в ноябре 1941 года удерживали оборону Москвы. Мы шли с портретами генерала Панфилова и его вдовы Марьи Ивановны, потому что она труженик тыла. Героев и участников Великой Отечественной войны огромное множество. Да, нам хорошо знакомы имена панфиловцев. Героев-пионеров, Зоя Космедемьянская, Марат Казей и остальных. Казахстанцев, Талгат Бегельдинов, Бауржан Мамышилы, Маншук Маметова, Алья Молдогулова. Нам всем показывали их фотографии в школе и рассказывали о героических подвигах. Но есть в истории Великой Отечественной войны имена, о которых мало кто или никто не знает. Это имена солдат, которые тоже пожертвовали своими жизнями ради мира во всем мире. Среди этих мужественных людей был и мой прадедушка, чье имя я сегодня с гордостью ношу. Это Уразбай Олжабаев. Он участвовал в битве за Свердловск. Там же он и погиб. Все, что о нем рассказывала моя прабабушка, это то, что однажды ей принесли маленькое черное письмо, где было написано «Погиб смертью храбрых». Но она продолжала ждать его всю свою жизнь и думала, что когда-нибудь он все-таки вернется. Причем не сохранилось ни одной его фотографии. Таких семей, у которых даже нет возможности показать потомкам, как выглядел их герой-дедушка, прадедушка, немало. Почти в каждой казахстанской семье свои герои. Деды и прадеды, не пришедшие с войны, или те, кто сумел это сделать и вернулся. Но как много еще тружеников тыла. Женщин, детей, которые прошли сквозь голод послевоенных лет. Кто поднимал эту страну после 45-го года. И сегодня фронтовики с высоты своих лет могут сказать одно. Война научила выживать. Мы в течение этих лет постоянно голодали. Но утром каша, вечером каша, днем сухари. Спустя 71 год после победы мы все еще имеем возможность услышать наставления стариков и истории фронтовиков о той страшной войне. И это, пожалуй, очень ценный момент. Это кровопролитие. И ты не знаешь, ты с этого боя выйдешь цел, или ты там же ляжешь на эту сырую землю, по которой мы ходим. Михаилу Николаевичу 95 лет. Он до сих пор помнит момент, когда жизнь его изменилась в одночасье. Едва закончив 9 классов, он был призван из Киева, откуда родом. Обучать юных бойцов было некогда. И вот молодой солдат Михаил Грибанов попал по распределению в стрелковую дивизию. Отец тоже подлежал призыву. Наша цель была поражать вражеские танки. Да, один-другой бой, который мы вели с танками, прошел для нас более благополучно. А последующие… Закончились полным разгромом для батареи. Это произошло на глазах совсем юного солдата. А его товарищи, соратники, погибли в лобовой атаке немецких танков. А у летчика-истребителя Семена Семеновича с военными годами связаны не только печальные воспоминания. После победы и участия в первом воздушном параде 24 июля 1945 года его отправляют сначала на Сахалин, а затем в Йошкар-Алу, затем, получив серьезные ранения при крушении судна, Семен Калинин попадает в Алматы. И здесь он встречает свою любовь, с которой он по сей день. Значит, приехал в Алмату. Познакомился с Валей. В 80-е первичь я проводил в городе Алматы. Я всех вас переписывал. В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны около двух миллионов казахстанцев. Половина из них не вернулась домой. Звания Героев Советского Союза были удостоены 615 казахстанцев. Сегодня в стране проживают 3668 участников и инвалидов войны. День Победы для нас, участников войны, это начало или конец года. То есть мы живем не от Нового года до Нового года, а мы живем от Дня Победы до следующего Дня Победы. Вот это для нас самое главное. Это для нас самый дорогой и самый лучший праздник. Ажар Уразбаедили Мухаммеджанова, Валерий Толбалдиев, Асид Кундакпаев. Специально для Алматинской недели. Итак, мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. Точнее, у нас осталось не так много времени в эфире. Поэтому я предлагаю сразу перейти к специальному репортажу моей коллеги Жанна Тайтеновой, которая, как выяснилось, отлично исполняет наши QE на Домбре. В заключительной части итоговой программы о национальном творчестве и музыкальном жанре, который международные эксперты ЮНЕСКО признали как культурное наследие человечества. Незрячий Ерхат Тажибаев на уроке музыки записался еще мальчишкой. Он убежден, что каждый казах должен уметь играть на Домбре. Его не испугали ноты, которых он не видит. Первое, что мальчик заявил своему учителю – «Я умею держать Домбру в руках. Осталось только научиться играть ки». И вот спустя 9 лет Ерхат – один из лучших учеников в классе. Ерхат, как и все другие дети, придя в музыкальную школу, в первую очередь попросил научить его исполнять QE. Но я объяснил ему, что в первый год обучения нужно научиться прежде всего правильно держать инструмент и тренировать пальцы, и только потом приступать к изучению серьезных произведений». По словам учителя, обычно желание обучиться игре на национальном инструменте возникает у детей после того, как они услышат произведения великих композиторов в исполнении виртуозных кюши. Случай с Ерхатом не стал исключением. Мальчиков вдохновили произведения Курмангазы и Даулит Кирея. Кроме Домбры он занимается вокалом, успел стать лауреатом конкурсов. Однако виртуозное исполнение QEV остается его главной мечтой. «QEV в первую очередь надо играть с душой. Какое бы это ни было произведение, его надо почувствовать в сердце. Только такое исполнение может донести до слушателя все величие этого жанра». Учитель Кожумукан занимается с инвалидами по зрению около 20 лет. Говорит, что такие дети нуждаются в особенной методике. Для занятий на других инструментах имеются специальные нотные книги для слабовидящих, позволяющие ученикам чувствовать ноты пальцами. А вот для домбристов таких пособий не издают. Поэтому приходится обучать на слух. Но казахи издревле QEV передавали исключительно на слух. От исполнителя к исполнителю. Кожумуканага говорит, что у детей, потерявших зрение, очень хорошо развит слух. Между тем, одним из лучших исполнителей QEV нашего времени можно назвать Нуркена Аширова. Он виртуозно играет на домбре и несет в массы этот вид искусства. Можно смело сказать, что за последние сто лет в жанре QEV произошли настоящие революционные изменения, среди которых можно отметить оркестровое исполнение QEV, использование композиции в оперных и других театральных постановках. А это репетиция фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген Сазы», который был создан еще более 30 лет назад. В этом коллективе музыканты превосходно играют на «Сабызгэжи», «Тегене», «Сазсернае», «Шертере», а еще на очень древних, забытых и отреставрированных «Адерне», «Сазгене» и «Наркобызе». В репертуаре ансамбля произведения «Курмангазы» Татимбета Сугура. По словам руководителя, в наше время каждый желающий может обучиться игре на национальных инструментах, поскольку дефицита в музыкальных школах и педагогов нет. Но для того, чтобы перейти в профессиональный уровень и поступить в консерваторию, одного желания недостаточно. В наше время поступить в консерваторию не так-то просто. Одним из главных требований в поступление в высшее музыкальное заведение – знание порядка 40 кюев. И поэтому я могу уверенно сказать, что в наше время исполнителей этого жанра очень много. А вот так звучат традиционные казахские мотивы в исполнении единственной в мире группы, играющей на модифицированных инструментах. По-новому играет наша домбра, точнее, ее электронный аналог. Идея пришла еще в конце 80-х прошлого века, но воплотить создать настоящую электронную домбру удалось спустя 20 лет. Любопытный факт – в процессе участвовали российские мастера. После презентации революционного инструмента возникло множество споров о том, может ли электронная домбра вообще называться домброй и передает ли такой инструмент дух настоящего казахского кюя или любого другого произведения. Когда электроника подключается к нашему национальному инструменту, если не смотреть, что это домбра по виду, по звучанию, действительно что-то такое гитарное, что-то европейское, что-то не наше, можно сказать. Но это веяние времени, я считаю, это все как бы мода на какой-то определенный период. Но все равно мы вернемся к классике, к истокам домбровой школы. По мнению отечественных инструментальных мастеров, электродомбра может осовременить наши кюи. Надо признать, современная молодежь не ходит в консерваторию слушать классику. Они больше увлекаются западной музыкой и предпочитают посещать рок-концерты на больших площадках. А зацепить целый стадион способен только электронный инструмент. Классическая домбра, она так и остается классической, и это никто не изменит. Но электродомбра очень удобна для исполнения кюев и терми на больших сценах. На обычные инструменты в таких местах необходимо подсоединить какие-нибудь дополнительные усилители, что может иногда исказить звук. Между тем мастер раскрыл небольшие секреты и перечислил разновидности домбры. Казалось бы, традиционный казахский инструмент делится на несколько категорий. То есть, например, домбра, созданная для исполнения песен, не всегда подойдет для кюев. Истинные тенители инструментальной пьесы знают, что кюи в основном исполняют на домбре или кобызе. А материалы, из которых изготавливают эти инструменты, нужно подбирать очень тщательно. К примеру, лицевая сторона домбры, от которой зависит качество звука, обязательно должна быть сделана из многолетней ели. Только такой инструмент может в полной мере передать содержание и смысловое значение произведения. Отрадно, что в современном мире этот удивительный жанр ки не утратил популярности. Напротив, благодаря экспериментам современных музыкантов обретает новое звучание. Молодые исполнители импровизируют, желая привнести что-то свое, оригинальное. Но не каждый виртуоз кюйши способен написать музыку, как великие Курмангазы, Дина, Таулют Кирей и Ликаршига. Шаната Этенова, Валерий Таубалдеев, Осет Кундакпаев, Алматинская неделя. И на этом у нас все. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»